Субтитры сделал DimaTorzok 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 И Ваши впечатления от поездки? В низких заработных платах выживают в самых сложных условиях, когда нет воды, нет элементарных условий. Все эти вопросы требуют, конечно, вмешательства. Что бы Вы хотели пожелать жителям Донбасса? Но, прежде всего, мирного неба. И нам необходимо думать и действовать для того, чтобы восстановить те достижения, те совершения, которые были осуществлены Союзом Советско-Социалистических Республик. Как Вас увидим, военных, и начинают труситься, это что-то будет серьезное переживать. Ой, а только Вы на них снимаете. Что же они мне? Я уже убрал. Вы на них же и в Америке уже показывали. И что с этого толку? Что? Какой толк с этого, что Вы снимаете? Пошли, Бусяк. Пошли. Так а сколько человек живет здесь? Один-два. Ну, Марти, когда приехал сюда, я офигел просто, что две пятиэтажки. И выломали все квартиры. Да, у нас все забрали, подчистую. Нас 21 января сюда уже не пустили, на поселок. О, ну, мужик. Нас обчистили, у нас никакой бытовой техники нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ни подушек, ни одеял, ни стульев. А вода, свет? Да ничего, свет есть, а воды нет. Воды нет. Свет нет. Воду мы с колодцем. А квартиру ограбили от и до, полностью, от начала до конца. И вещи позабирали. Детворы вещи все позабрали. Даже дочки 35 размер обуви и ту позабирали. Бигуди у меня позабирали, кому не нужны. Я вот это обозрелась, теперь все, без бигуди тоже. Ничего нету, короче. Да такую мелочь шли, я не знаю. В посуду все забрали. Что это такое, ни чашек, ни хрена. Вот, в окна позалепили и живем. Сейчас ездил, вот это окно, он двух половинок слепил. В зале там побитые стены все. А двери, вывернутые. Две металлические двери обе вывернули. Когда ограбили. Да, полностью. Да, подчистую. Все забрали. Ну, где смогли. А где-то у нас китайские первые двери были. Они штоненькие. Они их вывернули все. А вторую дверь, значит, там дверь такая, более потолще, но она получается, наоборот, поставленная. Что крагисом, где замки стоят, крагисом, вообще, они это выбили, замок выбили. А вы пенсионер? Ну, и трофейные. А на ходу они? Ну, он литров сорок, да, на сто километров жили? Конечно, неудобство, чтобы бензина мало. Это вот переделанное, то есть, ушки ставили на ней. Вот все. Видишь, техника на чем-то. Вот все лучшее на критке. Вот такая вот. Вот, видишь, еще шишки стоят. Правда. Вот. Мы так пытаемся лепить. Вот тут из старого. Вот у нас стоит. Понимаешь, что стекло понадобится. Маршрутка, да? На работу вот. Да не, это на кирпичах стоит. Ну, а кто ж мы? А пенсию? По 65 лет. 66. Ну, как пенсию? Пенсию вот российскую мы получаем. Попробуйте. Я медицинский работник. У меня пенсия украинская, 1000 гривен. Я в шахте. Вот ЛНР мне дает 2000, проживешь? 2000 рублей. 2000 рублей. Российских? Да, российских. А было 1200. 1000, нет, 1096. Да, 1096 или сколько? Ты больше 30 лет стоил. На рубли это сколько? На рубли две тысячи. Ну, это две тысячи. Проживи. 108. Если бы я без мужа жила, я бы прожила. За квартиру заплатить за след. А вы работаете? Нет, я на пенсии. Я давно на пенсии. Я в шахте всю жизнь проводил. У вас пенсия побольше, да? Ну, конечно. Ну, чуть побольше, конечно. Вот приходила к нам женщина позавчера, плакала такими слезами. Говорит, я вот на 2000 и проживаю. Как мне прожить? А она оформила пенсию в Киевской Русь. А, Киевская Русь развалилась. А я нет уже. И что мне делать? Я вот что-то... Нет, нет, нет. Я представляю, я командир призрака. Нет, 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 здороваются. Нет. Наши что здесь... А это я представляю, это депутат Государственной Думы Российской Федерации. Нас никто не обижает. Он приехал ко мне и просто мы хотим, чтобы в России знали то, что есть. Понимаете? Ну, понятно. Я 13 марта как раз приехал, вот обошелся. У меня последние волосы дыма вставали здесь. Да ужас, ужас. Вы сами приехали. Там вы приехали вообще в шоке были. А в России сейчас, знаете, что говорят? Вот сейчас ухудшается уровень жизни. Они смотрят все. В России? Да, лишь бы не было войны. Ну, правильно. Дети нам тоже. Да бог с ним. Нам согласны. Лишь бы только она прократилась. Не стреляли. Лишь бы не стреляли. Самое главное. А то 28-го как прилетело, я оттуда летела в 2 часа ночи сюда. А с тех пор у меня теперь полтора месяца. Зипа инструменты. Зипа инструменты. Зипа инструменты. Да, в основном вот это нам не показалось. Одна, чтобы запустить действие у нас, которые могут производить разбирки. Да, сколько она вода. Определяйте. Я считал, что северский Донецк. Типа как бы разделительная полоса. Вот выходят они. Я вам потом по карте покажу, где мы будем. Ну, сейчас выйдем в Донецк. Это тоже наш. Это на Голоковском. Это наш крайний пост. А так, чтобы ты тоже разве трубка. А если, допустим, гражданские здесь ездили. Мы сейчас укрыто заблокировали. Не пускай. Не пускай. А, оттуда? Оттуда? А, оттуда? А, оттуда? Оттуда? А, оттуда? Не бояться. Не бояться. А, оттуда? Наши выезды. А, оттуда? Здравствуйте. 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 Как поживаешь? Ну, они, чтобы свои не ходили. Они не ходили. Свои стои. Делать и на крыше, чтобы воздух поделать. Свои стои. А что сейчас наведем здесь? Это урал, да? Аппаратная. А это комплекс, да? Или тоже аппаратная? А ты что хотел? П-217 пока? Нет, я просто... Помнишь аппаратная, 240-я, которая телефонная, на канал образовывается? Сейчас я во время напольное отдал. корпус тоже с Дебальцева вытащили. Годная, да? Абсолютно. Она внутри. Укры даже, знаешь, они её не использовали. Они там то ли жили, что-то хранили там. Ну, новенькая аппаратная, снятая СНЗ и в таком состоянии с Дебальцева. Они там просто, видать, жили, там, спичку включали. Ну, вот это, видишь, вот. И это защитить тоже. Вольно выдвинутый кармаз. Снимаем недостающие запчасти. У нас одна проблема заключается. Нету зипов на площади. И надо менять двигатель. Правильно, двигатель у нас есть. Мы ещё съездили там с друзьями наши. По-моему, чем смог. Ну, теперь состояние тоже трофейное с Дебальцева вытащили. Спасибо. Спасибо.